Новое видео выходит каждый день в 20.00 Перед тем, как данный видеоролик начнёт своё существование, перед тем, как данный видеоролик начнёт своё повествование в каких-то узких или не особо узких кругах людей, я бы вам хотел сказать, что теперь я сотрудничаю с проектом Arizona Roleplay, а конкретнее я играю на сервере Phoenix, вы туда можете зайти по IP-шнику в описании, и также там вы сможете ввести мой никнейм Данте Коннор, после чего по достижению вами определённого левела вы сможете получить от меня аж целых 300 тысяч рублей, причём в автоматическом режиме они вам выплатят, то есть вы даже не будете просить у меня, не будете ждать, пока я там проверю вашу рефералку и все прочие вещи, нет, то есть вы сразу же вот прям максимально таким быстрым образом при достижении определённого левела, введя мой никнейм Данте Коннор, получите себе на аккаунт 300 тысяч вертов, на который вы сможете сделать большое количество разнообразных действий, связанные с вашим аккаунтом, купить машину, там какие-то ещё прочие привилегии, но в общем-то это не особо важно. Итак, давайте уже начнём данный видеоролик, но перед тем, как его опять-таки начать, я думаю, что я должен задевать такой, знаете ли, маленький речевой дисклеймер, дабы потом мне не вломили пизды, да, и в целом было как бы всё более-менее нормально, чтобы люди меня правильно поняли и чтобы потом я как-то вот не объяснялся по поводу всего этого. Я выступаю категорически против покупки и продажи виртуальной валюты. Как лично я считаю, лучше задонатить на проект, на котором ты играешь, так ты и проект поддержишь и себе какую-то такую, знаете ли, плюшку, какой-то такой, знаете ли, бонус вы себе тем самым получите и сможете, так сказать, с чистой совестью, не боясь того, что вас забанят за покупку вертов, вот так сказать, продолжить или там, я не знаю, начать игру на проекте Arizona Roleplay. Ни на что не намекаю, но я играю на сервере Phoenix. Хотел сказать Chandler, но нет, на Chandler играет там мой брат-близнец, который уже всё, который там уже как-то постепенно умирает, который там уже, наверное, постепенно, так знаете ли, умер и все-все-все прочие вещи. Так вот, ладно, давайте уже перейдём непосредственно к самой истории, к самим вот этим вот всем штукам и ко всему прочему. Если, так сказать, мне будет немного не лень и немного там не будет какой-то личной инфы от данного человека, я вставлю вам кое-какие скриншоты и, скорее всего, вы сможете данную переписку получить у меня, если напишите мне в личное сообщение ВКонтакте и, так сказать, скажете, что я, мол, с видоса, я хочу получить у тебя переписку, дабы убедиться, не пиздобол ли ты, так сказать, не хочешь ли ты оклеветать какого-то честного продавца вертовку, просто потому что тебе там заплатила Arizona или какие-то там прочие проекты, прочие какие-то сервера. Нет, я ничего такого подобного сделать не хочу, поэтому переписку вы, скорее всего, сможете получить у меня, если напишите мне там ВКонтакте, я её где-то найду, где-то я тут буду вставлять, возможно, какие-то там, я не знаю, всякие разнообразные там, ну, скриншоты вот этих вот всех переписок и всего-всего прочего, из того, о чём вы можете только подумать и так далее. Так вот, у меня на основном канале, который там называется «Задан Семён» на английском, выходил видеоролик, мол, у кого там и как покупать верты в каком-то там бородатом году, 2018, 2017, 2016, неважно, в общем-то, в каком-то там определенном году выходил у меня данный видеоролик, в котором я рассказывал о том, у кого лично я покупал верты, у кого, так сказать, могу посоветовать покупать вам. То есть, если покупка вертов у вас уже... нельзя, нельзя вот как-то обойтись без неё, если верты вам жизненно нужны на какую-то операцию, там, маме, папе, собаке, дедушке, бабушке и всем прочим людям, то, соответственно, вот там эти продавцы вертов вам продадут и при этом вас не наебут, поэтому вы останетесь там и с деньгами, и со всеми прочими вещами, поэтому вот как-то там так всё вот это вот в самом деле было. И вот что я вам могу сказать. Вышел этот видеоролик, и там у меня была реклама продавца вертов, потому что, ну, я типа подумал, что неплохо будет интегрировать какого-то продавца вертов, при том, что я у него сам покупал, но просто его в данном топе нет, и я подумал, почему бы не интегрировать его буквально за какие-то копейки, за какие-то там деньги и так далее. И вот Денис Магнатович, Магнат Компани, там, и вот все прочие вот эти вот продавцы вертов, я его туда интегрировал успешно, то есть там ролик на 20 тысяч просмотров, при том, что он заплатил там, ну, реально какие-то копейки, я не знаю, может, рублей 100, 150, может быть, блядь, 200, может вообще там 50 рублей, я уж точно не помню, там точно, знаете ли, цена до 500 рублей, при том, что конверсия, блядь, просто миллиардная, просто она, блядь, большая, там, 20 тысяч просмотров на том ролике с продавцами вертов, и, то есть, все эти продавцы вертов, кто-то за бесплатно, кто-то за платно, как Денис Магнатович, они получили свою рекламу очень благополучно, очень успешно, и все у них получилось в лучших традициях побега из Шоушенка, синий или там сине-зеленый, или, возможно, зеленая-синяя мили, и вот всего-всего прочего. Время шло, рекламу я успешно сделал, скинул Магнатовичу ролик с рекламой, он сказал, да, все классно, все круто, вот. Вот, потом, через какое-то определенное время, он мне написал, говорит, мол, слушай, Данька, Данил, Данил, слушай, вот там что-то пишут в комментариях, что Магнат наебал, зря ты его рекламировал и так далее, а там в комментариях действительно это писали, и там это, ну, как я уже понял, наверное, я сейчас посмотрел там, кто это писал, большинства комментариев просто нету, видимо, каналы куда-то удалены, куда-то исчезли и так далее, а те, кто остались, то есть, там какие-то такие, знаете ли, фейковые каналы, и вот он мне говорит, мол, Данька, слушай, вот я у тебя купил рекламу, а ты можешь, пожалуйста, удалить комментарий, которые там пишут вот про меня? Я такой, типа, ебать, схуяли. Он такой говорит, ну, бля, но это как-то, они у меня ничего не покупали, ничего не знают и пишут, что я кидал, пиздец, как так? Я ему говорю, мол, блядь, я комментарий вообще не удалил, у меня может любой высказаться. Он говорит, ебать, да тебе чё, тебе чё, лень удалить вот эти вот комментарии, которые говорят неправду, которые у меня стопроцентно не покупали? Я говорю, блядь, но если они про тебя говорят неправду, то какая тебе-то нахуй разница от того, чё они там пиздят, блядь? У тебя там вот это вот, знаете ли, успешный бизнес, успешные какие-то прочие вещи, да, там продаёшь верты, там ещё какие-то вещи делаешь и так далее, вот. Поэтому чё тебя должно волновать, чё там про тебя пишут, понимаете ли? Но он начал, ебать, да ты чё, я у тебя рекламку купил, а ты такую хуйню делаешь, бля, ну удали вот эти комментарии. Я говорю, блядь, ты заплатил там, я не знаю сколько, вот буквально какие-то копейки и получил конверсию там, блядь, 20 тысяч просмотров. Ты чё, блядь, охуел? Он такой говорит, да блядь, ну типа, ну какая в этом разница, блядь, я же это самое, типа, ну бля, я аж купил у тебя рекламу, чё ты не можешь удалить-то? Вот, по итогу мы с ним вот так вот общались на протяжении нескольких, я не знаю, часов там вот, то есть написал мне где-то это с утра примерно вот в тот день, а закончили мы весь этот диалог уже где-то под вечер, либо там вообще на следующий день. И вот, и я ему что-то там, по-моему, ответил, то ли он мне сказал, в общем-то я сказал, что комментарии удалить не буду, всё как бы железно. И он мне написал, что, ну типа, ну ясно, я от тебя другого и не ожидал, типа. Если он от меня другого не ожидал, то зачем он, блядь, покупал рекламу? Да, я ему сам предложил купить рекламу, потому что, ну типа, можно заработать деньги какие-то, причём ролик тематический, причём там всё нормально, я тогда сотрудничал с стейджем, на стейдже никто верты не продаёт, они там нахуй никому не нужны, потому что это медиум роли плей проекта, и там как бы никто вот эти вот самые верты не фармит. Возможно фармят, но в какой-то меньшей степени, чисто для того, чтобы там как-то играть было комфортно, и это можно фармить там буквально за несколько, ну я не знаю, минут или вроде того, вот всё это можно сделать, и всё это как бы будет вот там именно вот так вот это вот делаться. И типа, вот так там всё было. А Денис Магнатович мне такой, ебать, да ты чё, да удали комментарии. Я тогда уже начал думать, блядь, а не кидал ли я прорекламировал тогда в том ролике? Какого хуя он просит меня вот это вот там всё сделать? Почему? Зачем? Нахуя? Если ты справедливо честно знаешь, что ты никого не кидаешь, если ты справедливо честно понимаешь, что у тебя-то всё как бы заебись вот со всеми этими делами-то, какая тебе разница, чё там про тебя пишут? Пишут и пишут как бы. Пусть пишут, ты знаешь, что у тебя есть отзывы, ты знаешь, что у тебя всё нормально, ты знаешь, что даже Яу там у него покупал, когда играл на Адвансе, и всё было как бы нормально. Но тут просто, блядь, я не знаю, тут просто пиздец. Пиздец, удали, блядь, комментарий, потому что мне не нравится, что там пишут. Ебать, он у меня админку от канала купил или чё? Разумеется, это было давно, но вот просто я так вспомнил, почему я с продавцами вертов-то ещё больше не работаю. Там, допустим, не только потому, что там вот это вот моральный принцип, какая-то прочая хуя, это всё залупа. Продавцы вертов, они, знаете ли, они практически все очень сильно там бомбят на какие-то вот свои негативные комментарии в свою сторону и там на всё прочее, да? То есть, говорят, мол, бля, ебать, там про меня комментарии пишут плохие, удали, пожалуйста, блядь, и сделай всё прочее. Ну вот, и поэтому вот там постоянно с продавцами вертов постоянно такая хуйня случается. Я не знаю, может сейчас продавцы вертов пошли какие-нибудь нормальные, такой хуйнёй не занимаются, но вот в моё время, когда там, ну, практически любой рекламировал продавца вертов, и вот тут случалась такая залупа. Случалась просто вот такая вот хуйня, и я подумал, типа, ебать, нет, ну серьёзно, блядь. Ну вот как сотрудничать с этими продавцами вертов, как с ними вообще работать, и многое-многое другое. И под конец, опять же, хочу сказать речевой дисклеймер, то, что все действия, показанные в ролике, там, рассказанные и так далее, по покупке, продаже вертов, они противоречат правилам всех серверов. То есть ни на каком сервере нельзя покупать верты. Если вы покупаете верты, то делайте это на свой страх и риск. Я вас, так сказать, ни на что не подначиваю, ничего вам не подсказываю и так далее. Поэтому, если вам что-то там, нужны какие-то верты, лучше всегда задонатить на проект. Потому что так вы поддержите проект, вы поддержите ютуберов, которые там на нём будут снимать, потому что ютуберам платят из доната на проекте. Вот, и всё как бы будет у вас нормально, всё у вас будет хорошо, всё будет неплохо. Вот, а это была история о том, как продавец вертов просил меня удалить видеоролик, а если быть точнее, то просил меня удалить комментарий под видеороликом, в котором была реклама его персоны. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Arizona Roleplay Phoenix по айпишнику в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok